Тот классический веб, который мы с вами знали, он умер. Фактически мы сегодня совершенно по-другому живем и присутствуем в онлайне. В большинстве своем и по статистике, и по фактическому положению вещей люди сидят в платформах. Они сидят в мобильном приложении, в Инстаграме, в Фейсбуке, в ВК, в мессенджерах. А теперь возникает вопрос. Собственно, как нам и где нам продавать? Очень странная ситуация. Интернет-магазины живут сами по себе, а реклама и продажи здесь по-другому. У нас есть сейчас два продукта. Это битрикс-управление сайтом, который включает и коммерс, каталоги, интернет-магазин, маркетинг, индивидуальная публичка. У нас есть наш второй продукт, это битрикс-вай4. CRM, коммуникации, сайты, управление сдачными проектами, сквозная аналитика, CRM-маркетинг. Было бы здорово взять сайт, как-то сконвертировать и сохранить все, что наработано столькими годами, получить готовое идеальное решение и при этом получить какой-то новый комплекс решений. Продукт получил название интернет-магазин плюс CRM. Включает в себя интернет-магазин, контакт-центр, CRM, автоматизацию роботами, центр продаж, аналитику, маркетинг и сквозную аналитику. Давайте попробуем сделать стандартную процедуру, которой занимаются обычные клиенты. Попробуем оформить заказ. Выбираем понравившийся нам товар, добавляем его классически в корзину, делаем оформление заказа, оплачиваем. Вся процедура заказа сохранится, не изменится. Все платежные системы, все службы доставки, все ваши индивидуальные настройки сохранились. Мы перейдем в административный раздел управления сайтом. Заказы, а вот заказов теперь здесь нет. Заказы находятся в BITREX24. Теперь обработка заказов будет здесь. Все привычно для вас. Есть товары, есть чеки, есть отгрузки. То есть вы видите, в принципе, привычный для вас заказ интернет-магазина. Вы, кстати, в реальном режиме времени увидите, как приходят к вам заказы. Вы сможете их обрабатывать, добавить себе новые стадии и работать с заказами по-другому. Вы будете знать, где, сколько, на какой стадии у вас заказов, что можно проиграть, над чем вы должны будете еще поработать. И это происходит в других сценариях. Они более наглядные, визуальные. И что очень важно, и мы чуть-чуть дальше об этом поговорим, каждый покупатель интернет-магазина – это клиент в CRM, и мы его дальше будем узнавать. Все заказы являются составной частью всего нашего комплекса. Давайте покажем карточку, как она выглядит. С левой стороны вы видите все поля. Вы видите то, что клиент заполнил сумму, на которую он сделал заказ. С правой стороны – это коммуникационная история. Таким образом, у нас получился интернет-магазин, и мы его стыкуем с контакт-центром. Был отдельный интернет-магазин. Мы где-то обрабатывали заказ, письмо, смс-ки, телефонные звонки. Теперь же это все будет находиться внутри всего продукта. Карточка заказа, которую только что продемонстрировал Юра, прямо из нее менеджер сможет позвонить клиенту, который оформил заказ в интернет-магазине, поговорить с клиентом, завершить разговор, при необходимости прослушать его, и что самое главное, этот разговор сохранится в этой карточке заказа. И помимо телефонных разговоров, также будут сохранены все письма, которые вы отправляете клиенту, которые клиент присылает вам. Звонки, письма, чаты, смс-сообщения. И, конечно же, коммуникации внутри карточки, когда менеджер может оставить комментарии, запланировать звонок клиенту. То есть все теперь живет внутри карточки заказа и сохраняется в его таймлайне. И мы поддерживаем все социальные каналы, все современные каналы коммуникации с клиентами. Это телефония, это почта, и все цифровые каналы, это мессенджеры и социальные сети. В новом продукте мы представляем совершенно другой способ автоматизации роботами. То есть вот так же в Канбане вы теперь можете управлять роботами на каждой из стадий, сформировать роботов, которые будут выполнять самые разные функции. И, конечно, роботы могут автоматизировать коммуникации с клиентом. То есть за менеджера отправлять смс-сообщения, письма, планировать звонки и так далее. Мои любимые роботы, это когда заказ только сформировался, вы тут же отсылаете сообщение, ваш заказ принят, мы свяжемся с вами в ближайшее время. Вы получили роботом из службы доставки код, который необходим, и тут же роботом отправили его клиенту. В данном случае это Канбан сделок, на котором вы также можете настроить этапы прохождения вашей сделки и затем передвигать ее, проигрывать и выигрывать. То есть менеджер движет сделку от начала до ее успешного закрытия. Это карточка сделки, в которой также есть вся информация о сделке, сохранены все коммуникации с клиентом, письма, звонки и так далее. И сейчас мы посмотрим, как же это работает, связка, как и сделки, сформировать заказ. Когда клиент листает Инстаграм, вдруг видит рекламу вашей компании, кликает по рекламе, ему открывается страничка сайта, здесь его может встречать форма, где он оставляет минимум своих данных, достаточно телефона и имени. И в этот момент в СРМ уже автоматически создалась сделка. Менеджер получил сделку, может открыть карточку, посмотреть информацию о клиенте, тут же ему перезвонить, договориться о чем-то, оформить заказ, так сказать, и отправить клиенту через центр продаж СМС на оплату. Клиент получает СМС, переходит по ссылке в СМС и попадает сразу на страничку, где может оплатить заказ удобными современными способами. Что происходит внутри СРМ? Мы видим, что сформировался заказ, у него поменялся статус, что клиент его оплатил, и менеджер видит привязку этого заказа к сделке. Таким образом, мы получили и сделки, которая была создана на основе заполненной формы в рекламе, заказ интернет-магазина. Без какой-то специальной настройки ваш интернет-магазин и заказы и сделки начинают работать как единое целое, в зависимости от того, какой вариант, через какую платформу, каким образом вы продаете. Вам не требуется никаких особых расходов на интеграцию. Сквозная аналитика теперь составная часть интернет-магазина и СРМ, и вы внутри карточки заказа будете видеть источники, откуда пришли клиенты. И для этого не требуется никаким образом дорабатывать публичную часть интернет-магазина. Учет произойдет автоматически. И тот отчет, который по сквозной аналитике по окупаемости рекламы изменился и доработался. Теперь вы знаете стоимость и сделки, и заказа, сколько вы выполнили, по чем вам обходится заказ, и какая из реклам дает вам отрицательные рои, а какая вам дает деньги. И вот чтобы все работало без ошибок, мы обеспечили возможность безошибочной работы той интеграции, которая была у вас с интернет-магазином. То есть вам не придется ее перенастраивать. Вся синхронизация, заказы, они будут под тем же протоколом поступать уже в новый продукт и правильно конвертироваться и раскладываться так, как это необходимо. В новые заказы, в логистику, в клиентов и так далее. Отдельная история – это службы доставки. На этом рынке тесно, активно. Они постоянно развиваются. Каждая из них отдельно выпускает обновления. Мы все актуализируем. И в новой версии все представлены актуализированные версии. Но отдельная работа проведена вместе с Почтой России. И сделали удобный способ отправки заявок внутрь Почты России и возможность отслеживать отправление, которое вы сделали. Отдельная опция, которая связана у Почты России с корень клиентов. То есть на самом деле есть теперь возможность, она строена непосредственно в управлении сайтом, оценить, насколько существенны риски при отправке чего бы то ни было этому клиенту. Это будет очень удобно тем магазинам, которые занимаются отправкой наложенным платежом. Теперь, когда клиент делает заказ, вы будете видеть внутри системы, отсутствуют у него какие-то незабирания товаров или у него есть какие-то проблемы внутри и он уже делал так, делал заявку, но не забирал товар. Теперь вы будете принимать решение, отправлять ли ему товар или может быть склонить клиента на какой-то другой способ оплаты, на какой-то другой способ доставки. В торговом каталоге появилась возможность выбрать, к какой категории товара относится данный товар, сказать, что этот товар маркированный и использовать его для маркировки. в списке вы выбираете группу товаров прям с подгруппами со всеми, говорите, эти все товары относятся к одежде и они будут маркированы и вы сможете их спокойно продавать уже с маркировки. Вы можете целую категорию товаров или отдельный товар ответить соответствующим образом, но существуют особенности при отгрузке и возврате. Чтобы не получилось так, что вы нарушили закон, поэтому при попытке провести такой заказ или сделать отгрузку, система будет контролировать и уже привычным способом для тех, кто использует управление сайтов, она будет говорить, что система предупреждает, есть проблемы с заказом, нужно исправить, чек выбит не будет в этот момент времени. После этого при отгрузке товаров вы вводите штрихпот конкретного товара, который отдаете, списываете с него маркировку и спокойно отдаете клиенту уже конкретный товар, а эта маркировка с чеком уходит в ОФД. Продолжение следует...